Добрый день! С вами компания RVS 3D. В сегодняшнем видео хотим рассказать о создании управляющей программы для печати бетоном на 3D принтере. Первоначально нам нужна 3D-модель изделия. Модель создаем в любой программе для 3D-моделирования и сохраняем в формате STL. Также модель можно скачать бесплатно или купить на профильных сайтах. Если вы не создавали 3D-модель сами, а получили ее в уже готовом виде и хотите в ней что-то подкорректировать, то для этого можно воспользоваться очень удобной программой Blender. Ссылки оставим в описании к видео. Итак, у нас есть 3D-модель будущего изделия. Теперь приступаем к созданию управляющей программы. Для этого нам нужна программа Slicer, которая нарезает 3D-модель на слои и преобразует ее в G-код. Мы используем SimpleFight. Открываем программу, импортируем 3D-модель. Нам нужно изменить масштаб. Кликаем два раза по модели, устанавливаем размер по высоте в миллиметрах 1200. Далее позиционируем модель на рабочем поле. Отступаем 50 мм по оси X и 50 мм по оси Y. По оси Z, для того, чтобы деталь корректно напечаталась, нам придется поставить минус 10. После чего приступаем к нарезке на слои. Выбираем диаметр сопла. В нашем случае это 23 сопло. Выбираем экструзию. 1 это значит 100%. Выбираем режим печати. Мы выбираем автоматически. Это значит режим вазы. Далее выбираем высоту слоя. Ставим 6 мм. Чем меньше слои, тем детальнее это будет выглядеть по итогу. Дальше выбираем скорость печати. Мы ставим 2 м в минуту. Также мы можем задать стоимость материала и плотность. Чтобы потом посмотреть, сколько изделий весит и сколько оно стоит. Итак, процесс настройки закончен. Нажимаем клавишу подготовка к печати. Здесь мы можем перемещать ползунок. И увидеть послойно весь процесс печати. Видим, что начало без ошибок. Так же, как и весь процесс. Здесь мы можем еще посмотреть в левом верхнем углу, сколько весит наше изделие. 50, там почти 7 кг. И стоить оно будет в себестоимости, с учетом материала только, 2393 рубля. Все, сохраняем модель. И отправляем ее на печать. Если наше видео оказалось для вас полезным, не забывайте ставить отметки «Нравится» и подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, ждем ваших комментариев. Пока!